Уезжаем сегодня, Игнатий Тихонович, на пол шестого договорились. Что ты хотела спросить? Брось это все туда. Уже забавлено, сейчас ухожу. Не тушусь. Так, пересадьтесь, давайте говорить еще раз, у нас времени-то нету. Ничего не все нормально, все хорошо. Ну просто хотела пообщаться, помолиться, это все. У вас вопросы какие-то есть? Ты вчерашний вопрос, ты скажи, что жить хотела время. Можно ли это пример сказать? Да, Оля, я вообще не знаю, что это много, это надо времени. Погромче. А времени мало, потому что мы хотели завтра утром ехать, а получается, что нам сегодня помогут доехать до Мамонтова. До Корчика. Да, мы переиграли, поэтому времени очень мало. А я думала, мы пообщаемся. Мы общаемся сейчас, сейчас, зачем-то упоминать. Уйдете, вот куда здесь, на работу спешите? Вам сколько лет? Мне 69. Ну, на пенсию? Да. Ну, а в общем дело тогда, куда торопитесь? Ну, зима, надо подготовиться. Сегодня воскресенье. Один день готовится. Лето прошло, да теперь что? Вы приехали в гости. А в гости мужчинек. Что дадут, то и ешь. Так, я слушаю вас. Говорите. Я вообще-то хотела, Савьяна, по-моему. Оля, скажи вчерашний вопрос, расскажите, если спросите разрешения, а потом остановимся. Я вообще, в общем, я всю жизнь прожила в городе. Понимаете? Вот так всю жизнь я прожила в городе. Всю жизнь. В 90-е годы, когда я медработник, я по профессии акушерка много лет проработала в медицине, вот, 34 года проработала. Нам зарплату, нам бастовать нельзя. В Казахстане прожила родина моя, город Павлодар. Вот. И я очень много была, значит, это, ну, мусульмане к нам неправильно относятся, не буду говорить как. Ну, очень многие нехорошо относятся, зарплату не платили. И мы в 90-е годы, там, в общем, трудно было жить. И кто куда поуезжали. Это... Нас шесть человек уехало с Казахстана, в Подмосковье уехало. Кто куда уезжал? Вспомните 90-е годы. Пенсию не платили, зарплату не платили. И мы поуезжали. Мы уехали из Казахстана. Мусульмане нас там всегда притесняли. Уезжайте в свою Россию, вы нам дружили. Все. Уезжайте в свою Россию. Ох, Россия. И все. И я взяла, уехала в Подмосковье. У меня там родственники, а там не климат. И вот я тут очутилась, я всю жизнь в городе прожила. А у меня земляки уехали в Завьялово. 20 с лишним лет назад. Вот. Мы с ним много лет дружим уже. И у меня российское гражданство, я же там прожила в Подмосковье. Казахский паспорт забрали. А куда мне? Я теперь на родину езжу в Казахстан. Город Павлодар, моя родина. Я только теперь езжу в гости, потому что у меня российское гражданство. Сразу в Россию приедешь, все, получаешь российское гражданство. Ну и все. А там мне не климат. 50 с лишним лет уже ехать, менять климат. Все. Вот это очень сложно для организма. Вот так вот. Подмосковье. Да. И поэтому там влажный, очень влажный климат. Там красиво. Там все. Очень влажно. А там у нас в Казахстане степь достигнут. И в общем, мне не повезло, что у меня это для меня влажный климат была. Ну, беда. Я стала гнить, фрункулы появились. Все. Мне говорят хирурги. Говорят, Ладья, уезжайте, иначе близки не уйти. И я уехала куда? Уехала сюда, в Завьялово. И все. Ну, дома. Квартиру-то я свою прекрасную продала. Ну, так. 300 долларов в центре города продала квартиру. 90-е годы. Мы все подставляли казахам свои квартиры. И за копейки. В центре города, на третьем этаже. Плачу. Ну, куда денешь? Все. Теперь возврата нет. Я, как иностранка, езжу на свою родину. Теперь я жила, скиталась. Ну, сначала я жила у земляков. Все. Она детский врач. Мы с ней 50-х лет дружим. Я жила у нее. Пока, значит, о себе вкратце. Пока, значит, дети не поражали. Дети вышли замуж. Два сына у них поженились. Все. И детки появились. Дуки у них. Им некуда. Я пошла скитаться по квартирам. Муж у меня умер. И ребенок. Я совсем одна. И вот так получилось, что я жила на квартирах. Ну, знаете, как денег нет у меня, чтобы купить домик. Завьял его очень дорого. Я сейчас получаю пенсию 8500. Но дело в том, что негде жить. Там мои все приятельницы, знакомые говорят, Надя, ну что, под открытым небом жить не будешь. Надо иметь свой угол. И я купила в Туманово домик. В банке взяла кредит. Но это я уже второй год это взяла. И, в общем, это еще два года нет. В Туманово. Вот. И купила этот домик. Купила за 30 тысяч, 60 отдавала. Я говорю, я бы оттуда уехала. Где-нибудь бы вот к верующим людям. Я одна. Мне грустно. Скучаю. Плачу. Я говорю, Олечка, вот мне найдите где-нибудь комнатку. И я бы там жила, славила Бога. Деревня. И там нету знакомых. Ну, только там одни знакомые. Немножко знакомые. И мне вот там вот. Я с ними общаюсь, там и бандичку наберу. У меня домик, полгектара земли. Я бы, во славу Бога, подарила этот домик. Не надо мне ни копейки. Лишь бы мне дали комнатку, чтоб я Бога славила. И до конца своих дней жила с верующими людьми. Олечка говорит, Надя, ну тебе не купить ни домик. А кто тебя возьмет? Сейчас у всех дети внуки. А одиноки тоже не все пускают. И вот так я одна совсем. Так и так. И не знаю. Оля говорит, я бы взяла тебя к себе. Ну, у меня дети внуки приезжают. Я говорю, конечно, что я буду у вас. Чужой человек есть, чужой человек. Вот я говорю. А мне, говорю, тут понравилось. Я говорю, я бы и здесь жила. Так просто поговорили. Я говорю, я бы и здесь жила. И не знаю, как теперь будет. Вот так и вот такой вопрос у меня. А уже мне 69 лет. Я когда переехала, я вообще была 100 килограмм. А переехала, 4 500 платила за этот кредит. И 17 500 было уголь дрова. Так я вообще в постах была каждый день. Стало 65 килограмм, а была 94. Ну, это хорошо, что я похудела. Ну, и что? Вот, ну, дело в том, что я хочу с верующими людьми быть. Олечка говорит, ну, Надя, ну, и все мне там говорят. Надя, ну, я говорю, у меня уже мало времени остается. Заслабела. И так, и так. Плачу, грущу, не помолиться. Я одна. Ну, я и пишу стихи, вот, про Иисуса. Ну, я одна. Слабенькая стала, потому что в домике надо мужские руки. И то, и все. Ну, я нанимаю, прошу. Это там пьяницы, они пьяницы. Они неправильно себя ведут, что попало делают. Попросишь, они когда сделают, когда не сделают. По десять раз за ними ходишь. Ну, в общем, женщине в домике, вы знаете, как жить женщине. Вот все. Прошу. Вот как, вот такой мой вопрос. Как мне быть? А я хочу быть с верующими людьми. Хочу последние свои дни, которые остаются, пока мои глазки не закроются. Ибо в огробе кто тебя будет славить? А я хочу славить, пока глазки не закроются. Хочу славить. Благовествовать о великой Божьей любви. Потому что я уже больше, нет, половина псалма выучила. Я много, много читаю. Я очень много читаю. Очень много читаю. Мне с Подмосковья, да, ну, в общем, все. Духовную литературу, все. Ну, в общем, вот так. Я, значит, да, там, где я жила в Подмосковье, вот, там тоже, это, знаете, были, там все были. Мы молились, я плакала, то, что грустила за всеми, плакала. Ну, за Родиной же скучаешь, я ж не думала, вернусь, если что, назад. Оно не получилось, потому что небольшой инфаркт перенесла и плохо себя чувствовала. И, ну, и так стала плакать. И мне говорят, Надя, а что ты плачешь? Приходите, помолимся. А там все были, и пятидесятники, и баптисты, и православные, все, все, все. И один, значит, этот, ну, священнослужитель, друг кого-то, один, все, с Пушкина. Ну, в общем, все. Вот так. И потом я, не климат, и я уехала, все. А мне духовную литературу дали, все. Вот так. И я, и я там приняла водное крещение. Я, братья с Москвы, мне преподали водное крещение на воде. Мне 31 мая 2003 года я получила водное крещение от брата с Москвы. Брат Дима, у меня Библия подписана. У меня все, я могу все показать. У меня подписано. Сестры во Христе Иисусе, Господи Нашем. Третьяковая Надежда Григорьевна. Я на папиной фамилии. Не меняла папину. Папиной фамилии. Вот так и все. Третьяковая Надежда Григорьевна, я это, ну, с фотографиями есть, что я действительно работаю в медицине, не какая-то проходимка. Все. Я офицер в медицинской службе. Но дело в том, что сейчас я бабушка, старенькая уже, и я хочу быть с верующими людьми. А я одна. Плачу. Дом большой. Пол гектара зимы, ничего не обрабатывается. Я не в состоянии. Воды не было. Вот сейчас немножко аппарат достала. Воду брала. Ну, мне не надо. Уголь брала, записала. Ну, не знаю я, как теперь быть. Если я не помню, ну, вот так и так. Может, даже вот объяснили. Ты расскажи, что ты еще не в православии. Я еще не в православии. Но я была крещена, когда я была маленькая. Папа с мамой меня крестили в Павлодаре в храме. Священнослужитель меня крещение делал. Крестили меня маленькую в храме в Павлодарском. Священник. Так, батюшка. Ну, все. У меня два крещения. Все. Пятидесятников. Нет, не пятидесятников. Там все были. Ну, все. Там районы, центр был. Там все были. Дима. Дима. Это. Пятидесятники. Пятидесятники. Да. Дима. Там фамилия. Все написано на Библии. Что 31 мая 2003 года я приняла завет с Господом. Все. Я умерла. Там. Я вообще... Во мне течет иудейская кровь. И вот, и вот, вы знаете... Он на Евреечке. За свидетельствую. 31 мая 2003 года. Была такая погода. Холодно. Морозил дождь. Нас семь человек принимали крещение. Я была самая последняя. А я думаю, как я живу дуэту? Я замерзну. Все в носочках. И когда я вошла в воду, вода стала теплая, как молоко. И вышло солнышко. И все так говорили. Никому так не было солнышко, Надя. Как тебе? Понимаете? И вода... Я подхожу к брату Диме. И вода, как молоко, стала теплой, прям чуть ли не горячей. А я думала, я простыну. Как Бог нас любит. Слава Господу Богу. Я благодарна. Вот все я рассказала. Что я вот так и так. Теперь, Надя. Как мне быть? Не знаю. А, Надя скажет, по-евреески, вы чистокровные евреи? Нет. Нет, нет, нет. Просто в папином роду были евреи. Я не чистокровная. Я пишусь русская. И все. Третьякова я, Надежда Григорьевна. Все. 69 лет мне. Всю жизнь в медицине проработала. Олечка знает. Я ей показывала фотографии. Я могу вам показать. Но они там, Ольге. Что я? Все так и так. Вот все. Я совсем одна. Никого у меня нет. Вот так и так. Только по телефону. Знакома по телефону, да. Ну вот так вот получилось. Слава Богу. А Бог звал. Иди, Коля. А я не пошла. Думаю, вот ладно. Завтра. Ну так откладывала проблемы. Ну что с этими домами. Я жила без дома. Я думала, до последнего куплю домик. Или Бог мне даст где-нибудь комнатку. Ничего не получалось. Ничего не получалось. Я говорю, мне не надо. Большие хоромы, которые у меня есть. Три огромных комнаты. Дом кирпичный. Я говорю, мне не надо ни копейки. Заберите вас. Слава Богу. Оставляю дом. Ничего не надо. Лишь бы мне комнатку. И жить с верующими людьми. И славить Господа Бога нашим. Больше ничего не хочу. Так и не знаю. Ну и сейчас уже к семье подготовилась. Уголь дрова купила. Ах, все, да? Благотаруйся. 16 сегодня сентября. У нас престольный праздник. Это Надежда Васильевна. Сюда руку. Нигде ничего не занимать. Вот эти, чтобы цифры бежали. Давайте, садитесь сюда. На стул? Да. Я сейчас себя подключаю. А зачем? Да я вообще фотографироваться, в общем-то, не хочу. А у нас все снимается. Я вообще фотографироваться, в общем-то, я не хочу. Да давай отсюда рядом садись. Отсюда. Садись. Так, ты на плитке не жарь вот эти блины. Это много времени уходит одно, а второе много энергии. Ну реально встала. Ну отойди в сторонку-то. Да ничего нельзя сделать. Надя, ты твори молитву, не может Господь так все. Надежда Васильевна, блин, переверните. Сразу, ни раньше, ни позже влепилась, все закрыло, стоит. Я еще прошу, что-то, ничего. Просто живите нормально, ум включите маленько. Вот мы разбирались с тобой, говоришь, я хотела сказать, я была молодая. Ну так, какое это оправдание? Ну а как не оправдание? Я не была верующая. Все медики, все это делали, занимались. Все до одного делали, но ты-то зачем делала? Ну я делала, я делала, потому что это моя работа, меня просили. Работа по убийству младенцев в очреве. Убийство. Ну не надо им было. Им надо избавиться было. У них были то дети, то мужья были, пьяницы. Ну были причины на это, что не надо. Да нет, это не раскаяние. Если раскаяние, то кроме слез ничего нет. А то были причины, я убивал, но причины были. И так можно что угодно, и Гитлера, и Сталина оправдать. Не положено это. Я убийца, и на этом все, конец. И до самой смерти я буду плакать об этом молиться. Да, я убийца, я знаю. Вот так, а не то, что молодость людям надо было сделать, я помогал. И раскаяние очень трудно дается. У нас такая была одна. Она не сознавалась, но у нее акушерские эти предметы были. Я понимаю, что я неправильно делаю все. Это не то слово. Ну, видите. Неправильно я делал, неправильно дверь закрыл, неправильно порточку открыл. Это убийство. Эти слова туда не подходят. Мы в Барнаул как-нибудь к вам приедем. У меня ребенок приехал, и матери нахамил. Она привезла в лагерь, я в начале детского лагеря. Я наказываю, у меня физическое наказание. Я его или отдеру там, или крапивой. Он матерится, я ему по губам крапивой. Я его отучу материться. А здесь я сказал, ты мать злословишь. А злословящая мать смертью умрет. Я наказывать тебя не могу. Это больше прерогатива. Поэтому выйди из лагеря и больше не заходи. Мать, забирай его и уезжай. Я с ним поправиться не могу. Почему? Он тебя нахамил. Я каждый день и много раз прошу прощения за то, что я грешна. Согрешена. Я не закончил, ты меня перебиваешь. Я важное рассказываю. Это практика. Я проглядываю вперед, что может быть. Мать заплакала где-то, он стоит, надулся и то другое. Проси прощения рогами в землю. Перед матерью. И пока мать не даст прощения, тебе жить незачем. Ты проклят. Проклят злословище отца и мать. Это никто не снять не может. Проклят, то есть достоин смерти. Ну, Бог дал примирение, он остался, и мать осталась. Мать с ним вместе в лагере была. Вот такие бывают моменты. Вы тоже так скажите сами себе. Я вам сказал, вот к вам приходит там такой, ты говоришь, брат приезжал с Москвы, у меня подпись его на книге, ты как будто бы ценишь это, хвалишь, что тебе дал крещение. Он еретик. Он пятидесятник. У него нет основания, называется церковью. Церковь основана Христом в первом веке. А они появились спустя 1800 лет. И каждый там адвентисты, новая жизнь, библейские, пророческие, они у них, сколько вот слов, столько в словаре, в Ожигово, столько названий. Новая жизнь. Новая жизнь это у нас Павловский район, там газета районная так называется. А вы согласились, в будущем детстве крещеные, как вы могли туда попасть к ним? То есть и это вам Бог не дает к церкви-то прибиться. А они говорят, конфессии, динаминации, это сатана двумя словами прикрыл слово ересь. Еретик приехал и тебя крестил, крестил в кавычках. Кипрян Карпагенский говорит, их крещение есть осквернение. Осквернение. Он не кто, он самозванец. Вор приходит убить и погубить. Так они добрые. О, какие среди фашистов были добрые, как они помогали. Коммунисты были добрые. Но кто они? Видите, у вас понятия-то нету христианского. Настоящего. Ты вот там живешь, это Туманово, и комната у тебя есть. Ты живешь одна, одна я не хочу. У меня большой дом. У меня большой дом. У меня одна комната. Ты купила его, все, теперь живи. Это мой законный дом. Мой дом. Ты благодари Бога за этот дом, что у тебя дом есть. А они приходят, помогают. Помогают, скажи, я от помощи не отказываюсь. Это перед Богом, скажи. Воздать я ничем не могу, но ваше я не буду никогда. Вы должны им сказать это. Они надеются, что вы будете пятьдесятницей. Когда вы все православное попрете. Священник вам не нужен, чтобы в храм не ходила. Икона, чтобы сожгла. Я знаю их практику. На этом они не остановятся. А твоя душа, она у них как на ладошке вся. Сатана-то знает твою жизнь. Знает, что будущее уже в взрослом состоянии. Ты еретика приняла и приняла крещение от него. А их крещение-то значит отречение от передающих. Я не хожу к ним. А? Я к ним не хожу. Да я же не говорю, что ходить. Ходить не надо. Не хожу никуда. Можно дома делать аборты. Она дома на пенсии делала аборты. Дома. У нее инструмент есть. К ней приходили. Она всю жизнь это делала. Но хотят избавиться. Молодые люди. Ребенок не нужен. Это все понятно. Но перед Богом это по-другому выглядит. Это было в молодости. Я говорю, на пенсии уже это делает. Это было в молодости. Но я не делала. Я только когда была молодая это делала. Но это было так давно. У Бога один день. Да так давно никак. Вот я 23 года. Евангелие в руках не держал. 23 года мои пропасти были. Я себе уже никак этого не прощу. Никак. Я говорю, 23 года где я был? Господи, ты меня касался. Ты мне открывал. А я тебя не знал. Где я бродил? Как я тебя огорчал. Я могу только приносить покаяние. За эти 23 года. Вот я тебе даю... Я раскаиваюсь. Это раскаиваюсь. Это раскаиваюсь. Хорошо, да. А ты оправдываешься. Так страдаю. Из-за того, что я великая грешница. Это так. Так, мы все грешники. Я понимаю, что я великая грешница. Я тебе сказал. Измени расписание. Вставай в 4.40. Ложись рано. Можешь ложиться в 9 часов, в 10, в 11, в 12. Но не позже. Не позже в 12. Не позже в 12. Для старого человека 5 часов достаточно. Поза глаза. Да. Вполне согласен с вами. Но измени расписание. Давыд говорит, я встану рано. Дальше. Предваряю рассвет. Заранее встаю до рассвета. Царь Давид? Давыд говорит, я предваряю рассвет и взываю на слово твое уповаю. Вот как. Решительно измени расписание. Еще что порекомендую? Я вам сказал, днем никогда не ложиться. Не ложусь. Так еще что. Ну если ты в 5 часов... Ну сейчас это были трудные дни, когда уголь, дрова готовилась, когда печка. Нет, нет. Я убиралась, тут все вот это. Мазала. Батареи жупа убирала я. У меня теперь ни батарей, ни труб, ничего нету. Слава Иисусу. А куда их дело, трубы батареи? Все, все забрали. У меня маленькая печка называется... Кто забрал? Ну печники, которые приходили, все. Групка называется, мне такую сделали. Да мне-то еще говорить, я печник 40 лет. Я пещи делал всякие с котлами. Это моя специальность. Я откуда знаю. Все забрали они. Так у вас отапливается одна комната? Теперь у меня две комнаты отапливаются. У меня две комнаты, зал, спальня и огромная кухня. У меня очень большой дом. Так, посты все соблюдаешь, православные? Я пока ничего не соблюдаю. Ну вот и все. Я пащусь сама. Еретик, самый настоящий. И не хочет принимать посты. Я пащусь сама. Что значит хочу? Об этом говорит Феофан Затворник. Не хочу сама, а когда церковь установила, календарь купить и по календарю смотри, ни в среду, ни в пятницу, то растительное масло не разрешается даже. А я сама. Мне Олечка говорила. Олечка говорила. А что толку, когда ты ничего не собрала? Я же только начинаю, вы понимаете. Сколько начинаешь, примерно? Сколько ты этого слышала? Уже день прошел? Да. Ну так о чем дело? Много уже. Ты услышала сейчас все со стола. Платочка, мне руками сопли размазывают. Да я просто так уже, просто так. Не надо, ты не Жириновский. Это тому позволено. Все время рукой вытирается. Вот так вот он. Я его очень уважаю. Так. Ну нам сейчас уже надо... После соблюдать все. Да. Четыре поста. В Москву ехать. Еще. Ты это выполни. Выполни. Тебе не дастся это. Ты будешь искать причину, я не могу, там гастрит, перитонит, у тебя начнется сейчас... Не-не-не. Буду соблюдать. Ну посмотришь. Оля скажет. Ты сейчас даже не знаешь, как сатана будет бороться за твою душу. А у эритиков-то, у пятидесятиков там, у них этого нет поста. Тебе-то подходит, скажет, да зачем мне это нужно себя томить. Ты же была 90 килограмм-то? 94. 94. А рост какой? Метр семьдесят три. Ну вот. Это 94. Ну сейчас я была... Почти 30 килограмм лишнего веса носила. Это было. А когда я переехала в Туманово, у меня было 67 килограмм. Так. Похудела. А сейчас уже полную опять. Опять. Уже жизнь веселая наступила. Уже... Так, забудь переезжать. Долги отдала. За домик, за ум. Забудь переезжать куда-то. Сиди тихо, мирно и молись. Хорошо. Соблюдай посты. Соли копейки будут, подавай милостыню нуждающимся. Плати десятину. Пока нет, мне купила... За уголь должна я. За уголь. 3 700, 3 тонны купила и 1300 привозка. Вот сколько я должна за уголь. 3 тонны, 3 700. Я тебе сказал, ты уже сама решай. Опять рукой. Я когда... Ну это слезы у меня. И все, я плакала. А нет, это сопли у тебя. Не надо. Просто так. Не надо. Платочек дайте ехать, плодочек. Нехорошо это. Да есть у меня платочек где-то тут. Ну возьми его. Где он? Да я не знаю где. Я расстроилась так. А чем расстроилась? Да и спешим еще мы. Тут надо это, туда-сюда. Сейчас нам надо ехать. Не надо спешить. Надо Бога благодарить, что он задержал вас. Иначе беседы этой не было. Не было. И у тебя ты бы стонала куда-то переехать, а с тобой ужиться никто не уживется. Вы очень вредная, старухи. Страшно вредная. Настаивает на своем. Ребенок идет мимо. Куда идет? Она тыщет его. Он говорит, что же я взял-то ее. Она ребят детей не любит. У меня знакомый один был. Я посоветовал взять бабушку. А он ее взял. А она говорит, что долбит их детей. А ребенок маленький. И сразу жалоба. Сиди тихо, мирно, одна. Поблагодари Бога. Каждый день делай поклоны. Хотя бы сто поклонов. Хотя бы сто. Ты кланяться умеешь. Кланяйся, если можешь, чтобы землю кланяйся, если спина не болит. Травму получила позвоночника я в том году. Щетки? Можем приобрести щетки? Упала. Вот так. Я к врачам не обращалась. Упала? Упала. Голова закружилась? Нет. Я покатилась. Скользко было зимой. Вышла по нужде утром в пять утра. Был апрель месяц. Я не стала там. Я ночевала у земляков. И у них пристройка. А я в тапочках и в шлепках выбежала. А подтаяла днем. А был тонкий ледок. Я по ступенькам покатилась и на спину. Вот так. Я и голову разбила. И лежала. В общем, я думала, я не встану. Я думала, все. Я уже умираю. Позвоночник повредила. Все. Слава Богу. Слава Богу. Я вот в тоненьком халате. Ну, я вышла по нужде. Все выходим уже по нужде. А как же? Это физиология. Никуда не денешься. Я не стала беспокоить. Думаю, на две минуты я сбегаю. Чего я вот тут буду конетелиться? И все. И выскочила. И все. Она подтаяла. А ночью замерзла. И у них это... На этом пол крашеный. Я по этому полу подскользнулась. И по три высокие ступеньки я покатилась. И на асфальтовую дорожку рядом с этим. Я кричала. Я крикнула. На все, наверное, на Завьялова был крик. Вот как будто... Вы знаете, огонь. Огонь сжег. Вот брали меня самый большой огонь. И всю мою спину сжегло. Боль ужасная. Я, в общем... На ребро, наверное, этого... На спину, на позвоночнике. Ты смотри внимательно туда. Да. В общем, все. Ну, в общем, я получила травму. Но я давай сначала... Сначала давай рыдать, а потом думаю, Господи, я же с Богом. Я сказала, стала славить Бога. И Бог меня поднял. Бог меня поднял. И я думала, я вообще не смогу ходить. Но, слава Богу, голова была разбитая. Вся была в синяках. Мне говорят, как ты с таким... Я приехала на родину. Мне говорят, как с таким позвоночником ты еще ходишь? Я говорю, я еще ведро угля поднимаю на печку и засыпаю. И уголь носила, и дрова. Вот поэтому я уставшая сейчас. Я физическим... Я знал много бабушек. Физическим трудом не занималась. А сейчас вот это все наслоилось. Которые одинокие жили. И которые вот так же вот самоходили. И все. Но они верующие были. Когда бы они пришел, они всегда веселые. Они молятся. Постоянно, когда не придешь, они что-то делают. И там как-то... То есть находят в себе работу. То свечи льют, то еще что-то. Она псалтирь заучивает. Она много знает наизусть. Стихи. Я сейчас устала. Я до того... Вот устала, вы понимаете. Человек никогда не занимался физическим трудом. Уголь, дрова, печка. Все это мазало. Эти батареи все сама делала. По 500 раз эти... Мазала вот эти места, где были дыры, трубы, батареи. Все это печку. Все это мы делали. А для меня это сложно. После этой травмы еще плюс. После травмы мне тяжело. Слабенькое стало. И вообще... Ну вот так и так. А помогать никто не помогает. Ну как? Единственное, что вот земляки это... Ну все. В общем все. Слава Богу. Благодари Бога. На полный уста свои хвалою Богу. Да. И стони. А когда тебя люди, которые появляются, ты их своим видом, вот этим стоном буквально разлагаешь. Да я стараюсь. Знают мою жизнь. Я говорю, вот я, которые знал, бабушек были, там Варвара была одна. Она без улыбки никогда не встречала. У нее сундук был добра. Откроют, да там дрова. И у нее из учебника вырезана была картинка, легкие, печень. Я говорю, а это Варвара зачем? Ну где болит, я так гляну, чтобы знать, прощу молиться. Все. И она ни одного богослужения не пропускала из церкви. Кажется, учительность что ли работала раньше. Тоже физического труда не знала. Слава Богу, я рада, что мы встретились. Что я сказала, я так хочу с ним пообщаться. Я так рада, что мы встретились. Слава за Слово Божие. Братья, благодарю. За Слово Божие. За читающих и за всех прославляющих. За все. Благодарю. Я так рыдала, когда мы шли на улице. Крестным ходом. Крестным ходом шли. Шли, я так плакала. Мне так было хорошо. Мне было так вот тут радостно на душе. А вот это закрепи в себе. И скажи, я довольна. Написано, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Так я радовалась. Моя душа радовалась. Я славила Бога за то, что вот так вот мне, знаете, было плохо все. А потом, после общения, после того, как мы, это значит, прошло служение, у меня и болячки куда делись. У меня какое-то такое вдохновение. У меня ничего не перестало болеть. Я как-то, знаете, так, мне легко стало. Ну, и хорошо мне стало. Мне хорошо стало. А то прямо, ну, умирающее было это. Таша, закрепи себя. Не уезжать никуда. Сиди там. Которая помогает, им сразу скажи. Скажи, я с вами не буду. Я благодарю вас и угощу. Я православная. Я православная. Повтори несколько раз. Никуда я ни в одну секту елись не пойду. Не бойся их обидеть, или что-то их легион целый. И никуда никак. Возьми, дай календарик, посты, когда среду, пятницу все время. Да, у меня есть православный календарь. Да, ты поливаешь. Иконы есть у нее. У нее иконы все. Ямоли иконы, это не то. Потому что икона, это хорошо, она стоит и не трогает. А это желудок тебе скрестит. Я крещусь. Я крест ложу. Ну-ка, покажи, как ты крестишься. Вот так. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну ладно, тут пониже ставь, где пупа. Где пупа, я так делаю. Мне сказала ваша супруга. Ну да. Она мне показала, я так делаю. К истинному православию я ей дам книгу, пусть читает. И Олечка мне говорила. Я у Соли тоже. Не пропускай. Воскресенье церковь, где можно. А если нельзя, значит дома благодари. Хорошо. Ты помоги щетки достать. Это сильно помогает. Поклоны Медовеева, дьявола. Он не любит поклоны. А сектантов, их вообще ни одного поклона нет. Так они даже и крест не могут. Нету, они креста боятся, они как демоны боятся. А у меня иконы сколько, знаете? Иконы, они все у вас сожгут. Они обязательно скажут, это идолы, идолы. Не делай никакого изображения того, что на небе, вверху, на земле, внизу. Все. Они вам так уже говорили. Говорили. Ну, конечно, говорили. Они не могут не говорить. Еретики это всегда люди вне церковные. Они к священникам на исповедь не пойдут. У них нету таинства, нет причастия, неверное крещение. Все абсолютно новое. А Библия пользуется, свою переводы делает. Православное не у каждого. А перевозчики там еще и не знают. Еще свидетели Львова на тебя не напали. Те быстро тебя обратают. А они сейчас запрещены законом в России. У них подбирали эти дома царств, залы. Все. Договорились? Договорились. Запиши, скажи. Я не зря ездил по Теревку. Мы встретились. Сердце твое... Вот тут у меня записано. Вот так. И все. Оля, занимайся с ней. Я очень прошу, забудь переезжать. И скажи, Господи, я благодарю, что я в тумане. Душа моя в тумане. Вот из этого тумана выведи меня. А Туманова это ничего не значит. В вашей библиотеке все мои 38 книг находятся. В Туманово. У Олечки. В Туманово есть библиотеки в сельской книге. В библиотеке в вашей тумановской. Они там с благовестием были. Там тогда был председателем мужчина, кажется, в сельсовете. Он очень расположенный был. Он ушел, нет? Да, сейчас там женщина, по-моему, да, у вас? Такой хороший мужчина. Зеленьков, наверное, по-моему. Зеленьков или кто ли он? Он помог людей собрать. Молились там. Я то на стадионе собирал, то в Доме культуры. Мы в Алтайском крае, только здесь, раздали больше 30 тысяч евангелий. Я видела, сколько у них книг. Я читала. Я вообще моля мне давала. Ну все тогда, я уже больше не нужен. Мы обо всем переговорили. Закладку я на посте к истинному православию положила возле нее. Она заберет книгу и будет читать. Никогда не жалуйся. Мы, может, если что, в Барнаул можно приедем к вам? Ну, приедем. Там у Надежды Васильевны остановитесь через стенку. И у нас поможет. Можно будет? Можно, конечно. Ну все. Вы видели, какой у нас в церкви порядок? Да. У нас нет вхождения. Чужие люди. Вот приехал, он оглашенный из иденти, он выходит. Вот, который приехал со священником. Ага. Мы отдельно побеседовали, все. У нас какое одеяние у людей, все. Я прочитала, я все там прочитала, что там написано, где мне сказали, пожалуйста, постой вывели, я все там прочитала. Вот так. Вот так. Это у вас правильно. Это уж оглашенная же она была. Я показал вам. Вы думать не надо. У нас в церкви полная полнота. Все. Все есть у нас. И молитвы, и акафисты, и каноны, никаких других не надо. Тебе надо за кого помолиться. Приди в церковь, скажи батюшке. И здесь хор ангельский, как говорит Иоанн Златовус. И мы помолились. Мы как одна семья живем здесь. У меня Надежда Васильевна, это ее домик здесь, вот я, говорится, добыл. А там через стенку. Она тоже как идет, а я к стенке прибил, ручку держаться. Не сходи с крыльца, упадешь. Она шарашится везде. А я с ней бью сколько, глупая, как ты такая же. Ну не даром, и две Надежды. Ну вот две Надежды. Только, ну и рухнет, и вонять будет на все Барнаулы. Она так красиво у вас появится. Ну, хорошо. Как она красивая. Ну все, тогда я пошел. Ну все, да, мы сейчас уже едем. Спасибо Христос, Игнатий Петянович. Ну все. Давайте. Молить просим о путешествующих. Мы где-то... Мы сейчас помолимся. Давайте помолимся. Так, держи, на нас поверни. Вот так, так и держи, ничего не нажимать. А мы помолимся. Надежда, иди сюда. Поближе, стань. Если днем будешь ложиться, ты как она, голова будет кружиться и падать будешь. Не ложись днем никогда. Никогда. Да не ложимся. Я стараюсь не ложиться. Да слава тебе, Господи. А некогда ложиться. Боже, милостью, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Благодарю тебе, Господи, за этот памятный день, за друзей, священников и эту надежду, благословив путь. Сердце наполни благодарностью за все. Чтобы за все благодарить тебя, ты посылаешь то, что человеку необходимо. Ты знаешь жизнь его, прошлую и будущую. Слава тебе, любящий наш Господь. Доведи нас до желаемой пристани Царствия Твоего и веди в него навеки. Слава тебе, хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Во веки веков. Аминь. Все. Пошел. Богу слава Богу. Богу слава.